Для экономического оздоровления предприятия на Гомельщине активно выкористовывается такая мера, как применение санации. Практика свидетельствует, практически во всех случаях это приносит становочный эффект. Наши корреспонденты переконялись этим во время наведания Гомельского тлушевого комбината. Процедура санации на Гомельском тлушевом комбинате началась в Саковику 2019 года. По великим рахункам, ждать дальше уже было немогчиво. За обовязательство по отриманных кредитах предприятие не могло ни сыровину набить, ни зарплату выплатить. Процесс погашения долго заморозили, а сроки, которые отримывали предприятие, накировали на развитие творчества. Принятые меры позволили не только выправить ситуацию, но и упершению за последние пять годов отримать прибыток. Все силы направлены на то, чтобы снизить затраты по производству выпускаемой продукции. И фактически за 2019 год было сэкономлено порядка двух миллионов долларов. Это, чтобы понимать, чисто за год было. Что касается рентабельности, то предприятие имело рентабельность на начало процедуры экономической несостоятельности минус 8%. На сегодняшний день по итогам 2020 года рентабельность составила 5,3% плюс. А прошу оптимизации технологичного процесса над лучшим комбинатом кардинально переглядили маркетинговую политику. От продукции, которая не корысталась, а по опытам тени приносила прибытков, отмовились. И одночасово пропоновали покупникам линейку новых вырубал. Теперь комбинат больше не працуя на склад. За время санации предприятие выпустило ряд новой продукции. Это было просто необходимо для того, чтобы предприятие могло двигаться вперед. Это были кетчупы, это были майонезы. На сегодняшний день мы выпустили ряд новых линеек нашего мыла. Это мыло с лечебной грязью, с сопропелевой. Это мыло антибактериальное. Оно было у нас как жидкое, так и мыло твердое. Было выпущено мыло с минеральной водой для того, чтобы кожа меньше сохла у тех, у кого есть такой дефект. Также было выпущено мыло с геркулесом, мыло с краб для наших женщин, которые хотят за собой следить и выглядеть прекрасно. Нельзя сказать, что зарплаты прасовников лучшего комбината заразь вельми великое, але в минулом году яе повышали тройцы. По великим рахункам, поляпшение ситуации выник намагание у некольких боков – специалистов предприемства, мясовых органов улады и экономичного суда. Тут постоянно анализуют выники применения такой меры, як санация, и кажуть об яе достатково высокой эффективности. Хотелось бы обратить внимание всех, кто работает на таких предприятиях, что это не значит, что сегодня предприятие свернулось, и эти люди работать на предприятиях не будут. Наоборот, процедура санации вводится для восстановления платежеспособности организации. Она как работала, так и продолжает работать. Показатели финансово-хозяйственной деятельности на предприятиях на всех улучшаются, сохранены трудовые коллективы, увеличилась везде заработная плата, и потихоньку идет расчет с кредиторами.